Фудин, Лао, Байхао, Инджень. Титайский выдержанный белый чай, урожай 2017 года, из ассортимента Тимаджик. Москва, Санкт-Петербург, Хельсентин. Вес шарика 2,43 грамма, что несколько меньше стандартных 2,5 граммов, по которым идет сравнение органолептических характеристик чаев. Удобно то, что чай порционный, аромат сухой заварки, на прогреве дыханием, сладкий мед. По проливам берем 2,43 грамма на 100 мл гайвань. Промывка 30% от нормы, первый пролив 90% от нормы, второй пролив 100% от нормы, третий пролив 90% от нормы, четвертый пролив 80% от нормы, пятый пролив 50% от нормы, и шестой пролив менее 40% от нормы. На первых проливах чай дает довольно быструю экстракцию, а затем его нужно томить горячей водой на удлиненных проливах. Настой прозрачный, желтоватый. Идеально чистый даже на промывке, без пыли и сора. Есть микрозвесь пуха стипсов, ее видно на просвет, так и должно быть. Аромат пустого чихая, мед, подсохшие уговые травы. Вкус заваренного чая, мед со сливками. Эта нотка присутствует на первом и на втором проливах. Потом тема сливок полностью без остатка уходит. Фоном идут нотки уговых трав. Чай очень легкий, так что стоит его заваривать заметно плотнее других чаев. Да, мы потеряем в настоях, но вкус будет ближе к тому, которому привыкли в России. Чай с выраженным расслабляющим эффектом. Как и все типсовые белые чаи на любителя. Под русский вкус чай, ну слишком нежный, и многие его просто не поймут. Для значительной части чаелюбов, которые привыкли к пунктационным чаям, выращенным на ударных дозах удобрений. Такой чай, легкий, с его невесомым ароматом, останется не до конца понятым, либо будет не понят вообще. Чай подойдет для людей с развитым вкусом. Подойдет ценителям белых чаев. И только подквалифицированное заваривание. Чуть остуженной водой, но заметно удлиненными проливами. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До свидания.